мы сейчас приехали в ленту и хочу вам рассказать об одной моей проблеме просто как раз сейчас подвернулся очень хороший пример на котором можно ярко продемонстрировать суть этой проблемы дело все в том что у меня панический страх аллергии я сама не аллергия меня никогда в принципе нет не было никакой аллергии но у меня была крапивница пару раз еще в детстве но какие-то новые продукты какую-то новую еду я пробовать очень боюсь ну я не то что боюсь просто я ее не пробую я просто отказываюсь сразу даже мысль об отпуске за границей в турции еще где-то она сразу меня пугают тем что там будет вида там будут какие-то незнакомые приправы у меня начнется аллергическая реакция меня не спасут у меня будет какой-нибудь у нас филактический шок отек к венке причем короче у меня вот страх именно такой энергии отек к венке что меня начну затыкаться меня не спасут в общем к чему я это все рассказываю я сейчас смотрела разные фрукты в сиропе знаете в баночках такие сейчас вам покажу я увидела один незнакомый фрукт он называется лонге по скидке там скидка ну где-то раза в три потому что там срок годности заканчивается через три или четыре месяца и не стало любопытно что это за фрукт там цена недорогая 70 рублей я думаю блин может взять тут подошел муж и говорит не надо ну ну что у меня у меня муж как бы стимулирует мои страхи не надо незнакомые продукты пробовать вначале я решила что я брать не буду но потом я отошла ему мой страх он не пропадет если я буду каждый раз просто уходить и отказываться да поэтому я сейчас решила что я возьму этот лонге я вам сейчас я покажу как это выглядит я его съем просто назло всем своим страхом вот он выглядит я не знаю что это такое говорят что похоже на виноград или наличие наличие тоже никогда не пробовала стоит 70 рублей конечно все мои страхи поощряются моим мужем поощряются в кавычках в каком плане в том что вместо того чтобы рассказать мне что-то позитивное ну например когда я говорю ты знаешь я боюсь пробовать новый продукт потому что я боюсь у меня будет аллергия вместо того чтобы сказать что ну ты дура ну а чухайся все сумасшедшие что ли типа что у тебя никогда не было аллергии угомонись типа ну плюнь ты съешь и все там если ты съешь немножко ничего страшного не случится вместо этого он говорит правильно ничего нового есть не надо ну вот вот эта штучка кстати эта штучка из из откуда она она из таиланда прикиньте чем будем открывать ну в общем вот смотрите что это такое непонятно сейчас на тарелочку выложу сначала хватит да я думаю что хватит ну что давайте пробовать дамган лонган никит хочешь попробовать лонган а чё ты боишься а чего не хочешь пробовать рассказывать вообще поехали пахнет это странно похож на виноград и на что-то еще в интернете было написано что похож на личи и вина виноград но личи я не пробовала не знаю что такое в общем вкус интересно по моему калорийность 80 калорий на 100 грамм но в этой банке там 200 с чем-то грамм она такая огромная потому что там жуткости много сиропа там общий вес 500 с лишним а самого продукта там 200 непривычный вкус как бы ну и такого раньше когда не ела но самое главное что не приторно ну то есть сахар тут немного не скажут его очень много так так необычно в общем интересно в общем что могу сказать страх поборола я не скажу что мне было страшно я знаю что со мной ничего не случится спать чё там придумывают а фигню всякую сейчас я вам расскажу как справиться со страхом вот например да я боюсь пробовать новые продукты какие-то экзотически потому что я боюсь аллергии в первую очередь надо успокоиться если вы реально переживаете дальше нужно понять а почему ты боишься и чего ты боишься я боюсь не аллергии это понятно я боюсь того что когда я съем какой-то новый продукт мне начнется аллергия к ним страшно да что мне вообще в принципе не свойственно начнем с этого и я помру я же этого боюсь так вот во первых нужно сказать себе я взрослая это во первых да я буду вести себя по взрослому я буду думать по взрослому рассуждать по взрослому если мне суждено а помереть от этого и не за как-то ягода или фрукт что это лонге значит так суждено в принципе значит такая вот у меня карма да ну рассуждено значит я приму это да ну и дальше все в принципе ешь на здоровье эти лонге обычно вот когда ты выстраиваешь и начинаешь мыслить по-взрослому все страхи отступают но это на самом деле не просто страх того что я съем что-то у меня начнется удушья и я помню нет это вообще к этому ничего не отношения никого не имеет это какое-то чувство вины которые еще не поняла хочу вообще там фишка мы просто не дает мне спокойно жить и постоянно требует чтобы я ощущала тревогу чтобы я чувствовал себя жертвой чтобы не было страшно наличие какого-то трешек необходимо для того чтобы подавлять какие-то неприятные чувства из прошлого но я в себе в такие моменты я говорю так значит так я взрослая я контролирую сама свои мысли я сама решаю что мне думать как мне думать я принимаю решение не быть жертвой а быть счастливой взрослой женщиной и сама отвечать за свои поступки и брать ответственность на себя за свою жизнь как правило все страхи сразу рассеиваются как только ты включаешь взрослого как только ты перестаешь быть ребенком беспомощно перестаешь быть жертвой вот так смотрите какой я себе настругала салат с капустой еще я сделала печень говяжью с подливочкой